В рамках проведения 13-го ежегодного международного форума «Русская неделя на Ионических островах», организованного Всемирным Русским Народным Собором и Даниловым Монастырем Москвы, в храме Спиридона Тремифунского на Корфу, у мощей небесного покровителя острова, прошла литургия на греческом и русском языках. Вместе с многочисленными паломниками из России на богослужении побывала и съемочная группа нашего телеканала. Слово Эльвире Гордеевой. Столица острова Корфу, Керкера, с посещения которого каждый год начинается программа Международного общественного форума, по праву считается одним из красивейших городов Греции. Город уникален в своей многоликости. Он сохранил на себе печать различных культур – древнегреческой, древнеримской, византийской. Здесь причудливо и гармонично переплелись различные архитектурные стили – фенецианский, французский, английский. В самой гуще живописных узких улочек старого города – главная православная святыня Корфу – храм Спиридона Тремифунского. Веками не ослабевает вера жителей острова в своего святого. Здесь нет семьи, которая не могла бы рассказать историю о том, как Спиридон помог им или их близким. Это Керкера, да, это святой Спиридон над Керкером, благословляющий Керкеру и ангелы. Всегда с ними и всегда с нами и с вами. Это в нашей жизни и внутри нашей жизни. И это вот то, что значит для нас святитель Спиридон. Именно во время русских недель один раз в году в храме Спиридона Тремифунского совершается божественная литургия с участием греческих и русских священников. В этом году совместную литургию возглавили протеерей Илладской церкви Евангелос Кутрас и наместник Данилова монастыря Москвы архимандрит Алексей Поликарпов. В богослужении приняли участие члены делегации Всемирного Русского Народного Собора, моряки-срочники и военные офицеры гвардейского ракетного крейсера «Москва». Скажу от всех служащих срочной службы, что кто пришел в храм, это очень полезно для души. Когда далеко от дома находишься долго и не видишь землю, когда корабль по середине моря, тогда внутренний подъем, когда именно в храме, обращение к Богу, оно всегда поднимает, настраиваешь себя, чтобы оно благополучие. Молитвенные обращения к свидетелю Спиросу во время литургии звучали на двух языках – греческом и русском. За богослужение молились множество паломников из России. По словам почетного консула Российской Федерации на Ионических островах Никаса Кануласа, благодаря «Русским неделям» все большее число россиян узнают о православных святынях островов, что, несомненно, способствует увеличению притока туристов. Цифры – наглядное тому подтверждение. Только на Корфу за последние годы число рейсов из России в неделю возросло с пяти до тридцати. Каждый год мы приезжаем именно на Корфу, поклониться мощам Спиридонушки. Он делает много чудес. Очень давно хотел приехать к этому святому, попросить у него для своих детей, для родных, для знакомых, для всех здоровья. Отсюда я увезу, мы в храм восстанавливаем, вот частичка, тапочка, свидетеля Спиридона. Уникальный формат «Русских недель» складывался в течение 12 лет. Его отличительная черта – сочетание дружественной миссии всех проводимых на Корфу и других островах архипелага мероприятий с большим числом событий светской и церковной жизни. На всем острове два языка можно услышать – это греческий и русский языки. И я думаю, что вот эти вот связи, не только духовные, но и культурные, они развиваются и берут свое начало еще аж с 10 века. После литургии участники «Русской недели» приняли участие в ежегодном крестном ходе и к памятникам Иоанниса Каподистрии, первого правителя независимой Греции, и святого праведного воина Феодора Ушакова.